Ты увидишь особое шоу о кино, о котором раньше даже не знал. Приготовься! Всем привет! Это Оптимистер и это новый выпуск моего шоу, которым я практически горжусь. Культ муви. И сегодня речь пойдет о совершенно особой картине, в которой все так спонтанно, абсурдно, местами даже мерзко. Но от этого она не делается хуже. Но начну как всегда издалека. Многие из нас любили мюзиклы до того, как это стало мейнстримом. Хороший мюзикл это всегда красивое, яркое, весьма не глупое и очень приятное на слух действие. Я лично обожаю киношные мюзиклы, ибо вот он, истинный отдых для души, глаз и ушей. Но, к сожалению, по-настоящему хороших киношных мюзиклов, ну просто крайне мало. Лично я бы с удовольствием выделил такую классику, как «Поющий под дождем», отличную пообсятинку «Мулин Руш», а заодно и «Чикаго», мультипликационные пять копеек «Кошмар перед Рождеством» и непризнанный шедевр, основанный на песне «Виттлз через вселенную». Но есть еще один фильм, который я просто не могу не посоветовать всем поклонникам жанра. Собственно, о нем сегодня и хотелось поговорить. Великий, ужасный, пугающий, странный и страшный фильм шоу ужасов роки-хоррора. Не буду лукавить, я сам до недавнего времени совершенно ничего не знал про фильм шоу ужасов роки-хоррора. Но когда я его увидел, я даже пожалел, что так долго обходил его стороной. Стоит сразу заметить, что шоу ужасов роки-хоррора не относится к какому-то определенному жанру. Это мало того мюзикл, так это еще и пародийная фантастика с элементами ужасов и с явным бисексуальным настроением. И да, этот фильм из тех, которые в момент своего выхода в прокат не становятся успешными, обретая популярность лишь спустя годы и десятилетия. Ну и заодно славясь культовыми. По сюжету фильма молодая пара Джанет и Брэд отправляются в гости к своему учителю. Но по пути в лучших традициях жанра ужасов прокалывают колесо. Все становится еще более стереотипным, когда неподалеку молодые люди обнаруживают старинный замок, в котором живет граф Дракула. Нет, это было бы слишком ожидаемо. Кошмарный человек-волок. Увы, и это не так. Может безумный своей гениальности профессор Франкенштейн? Тоже нет, ножи теплей. Но может тогда в качестве бреда Бэкстэд Бойс? Вот сейчас было уж совсем горячо. Живет в старинном замке группа сексуальных извращенцев под предводительством доктора Фрэнка. Если быть точнее, доктора Фрэнка Энн Фертера в исполнении... О боже, Тима Карри? Вот вы бы когда-нибудь подумали, что этот Фредди Меркури подобный тип на самом деле вырастет в Пеннивайса? Нет, если серьезно, то в этом фильме Тимом Карри можно исключительно восхищаться. Он хоть и одет здесь в чулки и корсе, да и лицо как-то не по-мужски разукрашено. Но он шикарен. Его герой – безумный ученый и инопланетянин. Лидер и любвеобильный трансвестит. В приспешниках у доктора Фрэнка мрачный фрик Рикфраф, которого, кстати, сыграл сценарист картины. А также великолепная Маджента, энергичная Коламбия и молодой Митлоу. Ну просто очень молодой и блистательный Митлоу. В процессе повествования сумасшедший инопланетный ученый, соблазняя всех подряд, представляет всем свое новое творение Рокки, в честь которого и назван фильм, пляшет и поет дикие зажигательные песни. И знаете, все эти песни, они просто невероятно крутые. Если вас напугало то, что вы сейчас про это кино услышали, не забивайте себе голову вопросом, смотреть шоу Рокки Хоррора или нет. Просто послушайте саундтрек. Конечно же, как и в любом мюзикле, весь здешний сюжет воедино соединяет драйвовые хиты, а также общность истории придают комментарии рассказчика, эдакого высшего разума в исполнении Чарльза Грея. Но, конечно же, первостепенно здесь вовсе не всеобщая безумная буфонада, а как я уже и говорил, игра Тима Карри. Да, вот где этот странный дядька доказал, что играть он магион. Его персонаж движет сюжет, он влияет на него и на всеобщую атмосферу происходящего, превращаясь то в сурового гордого диктатора, то в забитую страшненькую девочку, которая, несмотря ни на что, есть яйца. Да, знаю, что последнее словосочетание странно прозвучало, но это так. Игра Гарри на протяжении всего фильма просто потрясает, как и песни в его исполнении. Это безумное, почти интерактивное кино способно настолько взбудоражить зрителя, что многие до сих пор удивляются. Зачем и кому понадобилось ставить одноименный бродвейский мюзикл? Как и любой культовый фильм, который по сути является пародией на все подряд, шоу ужасов роки-хоррора удостоился абсолютно ненужного сиквела, а также десятков пародий и отсылок. Из последних самой яркой можно назвать серию в популярном шоу Лузеры, а также язвительную отсылку в фильме Боже, благослови Америку. Конечно же, кому-то этот фильм может показаться гимном извращенцев всех мастей, но для умного зрителя это просто потрясающее непредсказуемое шоу, которое не перестает удивлять при каждом новом просмотре. И да, это тот случай, когда фильм лучше смотреть без перевода. Только субтитры, только хардкор! Я рекомендую посмотреть вам шоу ужасов роки-хоррора в компании своих друзей, а потом закрепить просмотр некой дружеской оргии. Шутка. Хотя... Это был Оптимистер и культовое кино. Смотрите разные фильмы, даже если они про инопланетных трансвеститов. Будьте толерантными. Всех люблю, вы меня не так поняли. Хотя кого я обманю? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok